Нажалейший спорт, потому что с водой связано, может захлебнуться водой. Это страшное дело. Вот тем более, вы говорите, находились под опорой, когда вы держали чуть ли не двоих. Потому что первая пирамиду показывали. Вот состояние очень сложно. Попробуйте, у вас теканья не хватит подвести, и вы тут же мгновенно уходите, чтобы набрать воды от воздуха. Затыхаются. Да. А не было таких моментов, когда в жизни были. Были такие моменты, достаточно страшные. Я вам даже скажу, что были олимпийские игры, когда девочки прыгают в воду, и одной там ломают нос, потому что делает девочка брас. А опять такие серии, когда нужно четко знать, кто куда перестраивается. Она делает брас, ломает нос. И сейчас никто не останавливается, со сломанным носом продолжается программа. У меня было два случая. Один раз я потонула на курсовке. Это было, ну, как отбор, перед отбором. Ну, так как клубное мероприятие. Вот. Мы делали обязательную программу. Обязательная программа – это когда выполняются элементы в очень-очень медленном темпе. И заканчивая фигуру, я помню только, что я сплыла. И дальше я уже помню, что мама дубасит у меня по щекам. Потому что, видимо, я сплыла, и у меня уже все не хватило дыхания, и пошла ко дру. То есть, все. Это сколько вам было тогда? Это мне было лет, ну, лет 15. 15. 15, конечно. Да, это в самом начале еще было пути. А в сборной, в сборной был случай, когда, вот как раз универсиада в Казани, я болела. У меня была температура, у меня был кашель. Вот. Но, так как мы все знаем, это не причина, чтобы не выступать. Дело в том, что, когда ты берешь воздух, когда кашля, да, когда все сильно кашлят, ты берешь воздух, и ты, естественно, все это обратно выкашливаешь. Вот. А как в воде? Я же должна уходить под воду, мне нужно воздух взять. И так получается, что я его беру, начинаю кашлять. Процентов 90 с чем-то я тогда отдаю обратно воздух, и упажу под воду, почитаю без воздуха. И это как раз элемент поддержки было, когда до ближайшего вдоха было очень далеко. Вот. И, ну, было страшно, потому что, когда ты под водой, воздуха нет, работа идет. Ну, что делать? Что бы было, то было. Но было все, слава богу, хорошо. Я дошла до следующего вдоха. Ну, овчинка выделки стоит? Стоило всем этим заниматься? Материально купили квартиру себе? Я могу сказать, что это стоило, даже если мы сейчас не берем материальный аспект. Я хочу сказать, что наблюдая, например, за подрастающими поколениями сейчас, я очень часто задаю себе этот вопрос. Вообще стоило я этим путем или нет? Поведу ли я, типа, за собой, например, своих детей, дай бог, да, если бы, да, поведу ли я их за собой? Буду ли я пропагандировать? Потому что я помню своей подруге, когда она сказала, вот у меня подточка, если я ее отдам в синхронный план. Я говорю, нет. Ни в коем случае. Я говорю, я в этом участвовать не буду. Даже не подходи ко мне с этим вопросом, потому что я, ну, не знаю, могу ли я сейчас стопроцентно дать себе ответ, что да или нет. Но, наверное, больше, да, потому что наблюдая сейчас за подрастающим поколением, когда они сидят просто, ну, в подъездах, да, там, не идут, например, домой, потому что маму заставят что-то делать, сидят там, ладно, весенний, еще во дворе хотя бы в спортивной площадке задействовали, да. Это абсолютно пассивный, малоактивный образ жизни. И к чему он может привести, ну, я не знаю, спорт, он очень сильно тебя мотивирует, систематизирует и дает, наверное, идти правильный путь. Результат хороший дает. Результат ведь может и не быть, ведь мы можем не дойти до тех регальных, которые, ну, полагающий Кир, удалось добить мне, да. Но, тем не менее, он позволяет идти к своей цели. Он позволяет тебе четко и грамотно планировать твое время. То есть ограничивает максимально по мере возможности от всевозможных вредных привычек и пристрастий. Хотя могу сказать, что если как бы человек хочет, он все равно и в спорт он это будет делать. Но ты же додаешь себе отчет, что каждая твоя, например, зуборная сигарета, это шаг назад. И не один, а много-много шагов назад. Каждая тобой пропущенная тренировка, это, ну, как бы ты пропустил, хорошо. На твои друзья, твои коллеги по спортам, они пошли вперед. Здесь выбор каждый человек сам делает, что он хочет и как. Но, скорее всего, скорее всего, конечно же, спорт, да. За спорт, да. А давать, думаю, да. Если может быть не спорт, музыка, театральное искусство, что-то другое. Но что-то такое, что... Хотя, у этого есть и обратная сторона. Сейчас очень многие родители детей нагружают так, что ребенок просто не может... Ну, нельзя, например, ребенку три года давать и английский, и танцы, и спорт, и то, чтобы ребенок даже не мог вообще почувствовать, что это такое детство. Это лично мое мнение, может быть, кто-то с ними не согласен, может быть... Я считаю, что бывает и перебор, очень сильный перебор, особенно когда родители хотят воплотить свои несостоявшиеся мечты, несостоявшиеся какую-то свою реализацию. Они хотят сделать реализацию через ребенка. Это очень большой прессинг для детей, и это тяжело. Это, конечно, по возможности нужно как-то отслеживать. Ну, а как ты будешь отслеживать, ты же не отслеживаешь в тюжую семью? Поэтому здесь должна быть золотая середина, и, конечно, нужно по возможности прислушиваться к ребенку. Хотя я, например, рада, что родители не прислушались ко мне, потому что мое вечное не хочу, ну и к чему бы это привело? То есть был такой случай даже, я за что благодарю очень свою бабушку, когда так получилось, что маме нужно было уехать из России, она уехала на сборы за границу, и осталась бабушка. Отлично! Подумала я, можно никуда не ходить, можно пропустить. А что, ну пятница, ну что, ну пятница, ну не, ну так неохота. Ну ты же не представляешь, насколько неохота, когда ты выходишь из школы, а твои одноклассники, вот они стоят разговаривают, вот они там мяч пинают, они что-то делают, а ты вот должен вот целенаправленно идти домой, менять рюкзак на другой, быстрый пакетик с едой, который ты кушаешь в автобусе, потому что можешь иногда не успевать поесть дома, и ехать еще в холодную воду, связать и тренироваться. Это настолько не хочется делать. Будучи без мамы, я из-за кого-то дерзнуть, прихожу домой, говорю бабушке, а я не пойду никуда. Пап, все, нет, не хочу, я никуда не пойду. Нет, сегодня тренировки не будет. Бабушка так стоит, она говорит, ну хорошо, тогда ты гулять не пойдешь. Хорошо, сказала я, подумала, что бабушка, ну как она может сможет внучку не отпустить гулять, ну ладно, даже сегодня, ну впереди-то выходные, а выходные-то у меня тренировок нету, значит логично, что по-любому в выходные я погуляю, даже если сегодня не смогу прогуляться. Я просидела пятницу дома, думаю, ладно, все, выходные, сейчас пойду. Я просидела в субботу дома. Я не поняла, думаю, как так, подождите, она говорит, нет, ну ты же, вы же договорились, ты не идешь гулять. Я просидела в воскресенье дома, я вообще просто вот так вот стояла в окно, смотрела просто на друзей, которые гуляют внизу, я плакала, я говорю, ладно, пусти меня, ну больше всего, она говорит, нет. Тогда я поняла, что, позанимавшись, я смогу спокойно потом погулять. Вон что, сделай, гуляй смело. Да, да, сделай дело, гуляй смело. Ну и, собственно, вопрос, вопрос не хочу, больше, ну, отпал навсегда. Вот, так что было вот как-то там. А диет, с диетой как у вас было? Что можно было кушать? Мне кажется, там все можно было. Восновления не было. Вот, кстати, нет, нет, у меня были проблемы с весом. Даже когда была в сборной, я все время пыталась побудеть, я была... Татьяна Николаевна однажды сказала, перед тем, как мы собирались на сборы в Объединенные Арабские Эмираты, у нас ежегодный выезд после соревнований. И в очередной раз, когда она меня ругала за мою большую, поддающуюся пятую точку, потому что это, значит, то, что это очень... Ну, нет, раз она так считала, значит, ну, это может правда так было, ладно, я не буду говорить. Действительно, нужно было сбросить вес, вот, но у меня никак не получалось это сделать, потому что дело в том, что у меня, у меня были определенные проблемы с желудком, и мне постоянно нужно было есть, чтобы, ну, чувства голода не было. Я вообще не знала, как можно без хлеба быть, как можно, вот, мне все время хотелось есть, и как-то, ну, не получалось у меня, что бы я ни делала, все равно стабильный вес, ну, как бы в рамках, естественно, разумного, но нужно было убрать. И вот она говорит, Ольхова, я тебя лучше на 100 баранов меня, барабский фенератор, вот, ну, если поставлю там, и лучше 100 баранов лучше, ну, больше пользы будет. Мы так долго смеялись, мы так очень... Друзья давно теперь смеяться говорят, вот, самая большая... Какого-то... ...Россия, поверьте, висковый комитет России. Вот, так что, да, все тем более проблемные, и венерской сборной. Когда мне строго просто сказали, что все, ты должна похудеть. Ну, как бы очень жестко поставили вопрос, и я помню, как я отказывалась от продуктов, хлеба, когда я дома ужинала, и просто я смотрела на этот хлеб, и мне... Я настолько его хотела взять, но настолько этого нельзя было делать. И опять-таки я сделала выбор, что, ну, надо. Удалось похудеть, слава богу. Вот. А потом, кстати, когда закончила спорт, как-то действительно перестроилось свое питание, мне стало это легче сделать. Вот, не знаю, почему это было сложно сделать в горной, почему-то, если оказалось, что... Почему? Овощной рацион. Овощной рацион. Ну, примерно, примерно, да. Овощной рацион. Примерно такой, вот, отказалась максимально от овощного, от сладкого. Вот. Почему-то всегда там боялась, что тебе, вот... То есть, когда ты идешь на тренировку, вот, ты считай, с девяти до четырех, ты на тренировке. И почему-то мне это казалось, что вот я захочу есть, этого еды не будет, и вот этот вечный страх, что ты не поешь. Какой-нибудь кусок хлеба все время, знаете, запасы. Как в последний раз, да. Как в последний раз, да. А потом, когда закончилась как-то спортивная карьера, уже ты знаешь, что ты можешь поесть в любой момент, и уже, естественно, стараешься и порции маленькие, и, естественно, перейти больше на фрукты, заменить сладкими фруктами. После шести не открывать в холодильник, после шести вечера не открывать в холодильник. Самая лучшая идея это. После двенадцати. Да. Непоконечно. Лучше после двенадцати ночи, да. После двенадцати утра. Да. Можно есть. Не, ну, правильно моя писецкая говорила, что... Жрать надо мельчать. Жрать надо мельчать, правильно. Просто заклеить рот. То есть, тогда вы похудеете. А какие требования спортсмена у них в соответствии с ростом, если есть, например, в общественном? О, есть таблицы у нас, документы. Для понимания вообще. А для понимания? Вы имеете маленьких девочек или... Сейчас я вам скажу. Так, если, допустим, у меня 75, у меня 58 должен быть. 58, 58, 58. Ну, это вот у нас по таблице, по которой мы сейчас отбирали в минерскую сборную девочек. То есть, у нас сейчас все проходят весовые показатели, ростовые показатели. То есть, допустим, если она даже по оценкам нашла в тридцатку, то есть это как первый этап, да? Она не проходит по весу по росту, всё. Ну, примерно, да, где-то 75, там 58 нужно, так, в принципе, 57. Ну, нет, ну, и минус 100, как раньше говорят. Не минус 110. Нет, то есть, в принципе, ну, в принципе, такой сфер-жёсткой, наверное, таблицы нет. Но, опять-таки, это очень сложно именно по этой таблице. У нас неоднократные споры, у нас неоднократные дебаты, потому что девочка, может, вот она внешне, она абсолютно, соответственно, чуть больше по весам, там, ну, получилось. Может, у неё чуть шире плечи, может, у неё мышцы, это же всё в клубе надо смотреть. Физиологические особенности, которые мы, ну, они есть, а мы их можем не учитывать сейчас по этой таблице, и поэтому сейчас очень, пока не знаем, как нам что-то придумать. Ну, вот так. Анис, а пусть в команду, это через индивидуальные соревнования? Нет, пусть в команду, во всех видах спорта, вообще, отбор в сборную России, он проходит, там, по этапам каких-то соревнований. Я не имею в виду команду сборной России, я имею в виду, вот, наверное, ваши 12 человек, смотрите, через пары, да, смотрят, или как-то. Именно если мы говорим, ну, про национальную сборную? Нет, я имею в виду, да, ну, национальную, и, наверное, может быть, и любую другую команду. С чего начинаются синхронисты? Вот они приходят в бассейн, да? Да, потом проходят соревнования, проходят там клубные курсовки, потом проходят соревнования. Ну, это в парах, да, соревнования? Нет, обязательно. Ну, группа, дуэт, соло, разные, как бы. Если мы берем юниорскую сборную, юношескую сборную, то это отбор по соревнованиям, по оценкам, по судействам. Если мы берем национальную сборную, то это отбор проводит Татьяна Николаевна Погровская, то есть она приглашает всех на базу, всех кандидаток, да, и, что самое интересное, ты никогда не знаешь, как именно будет проходить отбор. Потому что Татьяна Николаевна свое видение того, что она хочет, что должен делать ребенок, как это должно быть. И, нет, есть, например, какой-то норматив, что надо проплыть там 200-100 метров на время, да, а потом вот так вот в шренку все выстраиваются, и вот так вот перед ней, например, девочка проплывает, она дает какое-то вообще задание, которое вот, ну, вот прямо вот только что там из головы взяла, и вот ребенок должен, ну, девочка должна его сделать. То есть она достаточно сложная и непредсказуемая, но это как раз показывает то, насколько спортсмен готов, потому что все говорит о том, что готов он должен быть не только вот там, ну, как объяснить, не только вот то, что он всегда делает, он всегда должен уметь, должен все. И произировать, и должны быть отхождения влево-вправо, поэтому отбор проходит в мунице Николаевне Покрусову. Просто.